любовь и благодарность дамы и господа простите что я все так делаю но я просто мне очень тяжело все это дается очень тяжело все это дается на самом деле надо сюда поднос мне ставить ставить поднос поднос блин на носочки буду вставать я давно ту кис на холодильнике вернусь к вашему старому формату меня много было форматов разных много было разных форматов которые я начинал и бросал вот один из таких был форматов когда я заморачивался вот такие вот качественные съемки вставал на холодильнике оказалось что много подписчиков пришло уже на такой контент конечно же кетчуп это очень вкусно уже просто такой приправы использую дыру это для плова мистер дак не называйте меня мистер дак я знаю в интернете любят всякие клички быстро привязываются приду привяжется мне кличка мистер дак кетчуп люблю добавлять гречку всегда не лишним будет кетчуп у меня простенький называется родник простенький довольно таки да нормальный китчуп не найдешь в пятерую школу зайдешь там один кетчуп хайнс но мне хайнс не нравится он не я говорю что мне нравится но он сейчас как бы вот этот ем у него более нейтральный вкус хайнс он такой да он круче по качеству на самом деле хайнс там много помидор там там томатов но такой жесткий какой-то с такой с кислинкой мощный для вайбу старого кое-что надо добавить я вообще очень не понимаю как устроены люди зрители там оказывается мой контент весь заходит вообще и старые розовые кепки и просто смр и просто мукбанги просто даже я узнал что людям по приколу когда я просто ем стою на холодильнике гречку что случилось ну просто мне всегда кажется что я делаю что-то не то пытаясь за меня придумывал новый формат и у людей начинается кринжевать потому что то одно то другое у меня на самом деле я сейчас еще заморозился тем что я в телеграмме много кружочков снимаю я потерял контроль над собой не не контроль что я много кружочков а то что я поздно ложился спать и мне пофигу на это с одной стороны я легко отпускаю это но я чувствую что я становлюсь непродуктивным когда отпускаю контроль я начинаю сидеть есть сидя вот вчера я вчера я весь день компьютер не включала я планировал пойти на стадион планировал сходить за тортом может быть стрим сделать ничего ничего из этого не сделал вот я видите я забыл как делается такой формата неправильно сделал гречку то не видно даже извините вот вы кортвык снимать надо будет чуть-чуть потом в общем я не буду сейчас извините не буду этим заморачиваться не так все это тяжело дается мне спрашивали как-то добавляю ли я приправу сразу при варке гречки нет я не больше нравится вот вот так добавлять когда уже готовая почему-то мне кажется это более вкуснее кажется вообще глупо да приправа создана для того чтобы добавлять уже после приготовления блюда ну то есть не когда в тарелку а имеется ввиду там когда уже почти готова добавляется приправа всегда чтобы она там настоялась вместе со всем чтобы все ингредиенты пропитались приправой но мне не нравится так вот вкус становится какой-то странный реально как-то мне не нравится вот еще считается что бы приправа раскрылась маслом поливают но я так делаю я приправу насыпаю потом масло вот у меня горчичное из пятерочки в это вообще идеальный вариант это хорошее масло это как бы не обладает каким-то жестким ароматом но если его прям то он просто в чистую будет чувствоваться кратичная такое привкус горчицы но это все равно не то что подсолнечная но имеется это подсолнечная не рафинированная да уж привкусом таким 7 семян подсолнуха обладает можно конечно брать рафинированное подсолнечное масло которое там никакого запаха ничего не будет на какой смысл в этом масле только деньги потратил масло пустое рафинированное то есть там в нем ничего нет как бы полезного вообще мало всего в рафинированном а это получается естественно не рафинированное и это горчичное оно естественно крутое оно естественно крутое подсолнечное тоже крутое ну понятно что есть там еще и у нас оливковое там льняное я не покупаю больше льняное там оливковое тем более это все дорогое вот атакой горчичное 90 рублей дешевые серди так и среди так в том плане что это все равно хорошо все равно хорошо очень тяжело стоя снимать очень устал но я подумал что я потерял с собой контроль и мне нужно попробовать вернуться снова к этому состоянию когда я стоя ем потому что я становлюсь каким-то разваленный сорокалетний вот это вот сидя ем сидя сидя вот это вот все прям ну какое-то болото мне очень нравится знаете советские времена придуманы были такие столики на западе не принято стоя есть там там сейчас это тоже есть на фудкортах везде есть стоячие принципе столики в советском союзе вообще это как бы за норму было работяги не должны были сидеть были придуманы стоячие столы но основного то было в буфетах в столовых прям не было прям стоячих но все равно это очень было распространено стоячие столы для стоячего приема пищи я считаю это круто ну потому что банально банально ты не будешь объедаться никак не получится у тебя стоять стоя и наворачивать объедаться ну и мой конечно я могу себе это позволить для создания контента например включил вот так вот стрим если листаю ем торт например да или пью пиво это можно но все равно захочется сесть расслабиться и дальше наворачивать там что-то там вкусняшки да а это уже неправильно это неправильно и вот такие стоячие приемы пищи они не дадут возможности переедать переедать гречка и можно передать гречка не зазорно но вообще тяжело стоять конечно ноги устают ладно я еще жарко капец окно открываем потом как-то мне надо будет настроить чтобы получше было как-то видно короче не правда туда-сюда надо будет таскать эту лампу стрима у меня в комнате запись видео здесь ну просто я общался с подписчица она мне рассказала что она меня нашла вот по таким видео это уже мой новый формат она меня нашла уже не по из мр по таким вот видео где я ем гречку на холодильнике как и не как она говорит кушает мне очень нравится когда люди так говорят кушать вот это вот ну чисто женская такая какая-то нежность я так не умею говорить кушать там а знаете есть еще такие залуды которые говорят слова кушать нет как нет все ствола которые произносишь они есть уже если ты слову если ну если слова если ты говоришь уже слово то она уже есть как это понимать нет такого слова нет слова кушать есть все нормально любовь и благодарность закончу на этом всем спасибо в телеграм кстати приходите я там кружочки снимаю шурцы снимать мне как-то сложно прям много но в телеграме кружочков могу много снимать если вам по приколу приходите в телеграм любовь и благодарность что потому что просто не сегодня меня не еще еще не что